добрый день мои дорогие любители вязания сегодня мы с вами свяжем вот такой замысловатый квадрат он просто замысловатый схема у него как бы вот посмотрите не очень так ну на мой взгляд первый взгляд ничего сложного но когда начинаешь вязать в нем есть такие интересные моменты ну и мы с вами сегодня его разберем в первых видео кадрах вы видели но как я увидела это в интернете на пинтерест что этот ретро жакет я бы сказал так связан именно с этих квадрат и вот как вы видите распечатка у меня это скорее всего это файлик или скажем скрин взяться журнала она или бурда потому что вот это характерно для этого журнала и у нас с вами есть скажем видите кусочки этого мотива которые мы можем применить допустим так там есть выкройка применить горловине к вырезу там к может быть к пройме нам предлагают вот такие вещи может быть это и не этот квадрат но как-то вот так вот срослось соединилась поэтому мы сегодня с вами свяжем его это у меня связано с очень тонкой нитки вы знаете он просто получился такой ювелирный да это с более толстым мы с вами будем сейчас именно вязать такой пряжи потому что она ну вам будет виднее а это ювелирный да такой у нас квадратик представляете если собрать с него тот же самый жакет как он будет смотреться ну в любом случае давайте приступим согласно схеме мы должны с вами набрать 6 воздушных закрыть в колечко и в кольцо это связать 20 столбиков с одним накидом 6 воздушных я набрала захожу в первую петлю вяжем соединительную далее хвостик пропускаем вдоль колечко первые три воздушных это первый столбик накид и далее в кольцо остальные 19 столбиков с одним накидом в итоге с учетом петель подъема 20 20 столбиков получила захожу в третью петельку подъема и вяжу соединительную петлю таким образом мы с вами завершили этот ряд вот такое колечко давайте посмотрим что у нас далее по схеме схема у нас четкая но нужно понять что мы должны сами сделать вот мы подъем закрыли теперь смотрите 1 воздушная петля далее еще 3 то есть 4 воздушных и как бы в третью петельку мы заходим и в нее вяжем 2 недовязанных соединяем в одну далее 1 2 3 4 опять таки вот такой столбик через смотрим 2 2 столбика на основании столбик с одним накидом далее 1 2 3 4 5 через одну один столбик на основании столбик с одним накидом далее у нас все повторяется и давайте повторим это все вот мы с вами первый столбик соединительная петля и 1 2 3 4 я делаю накид и давайте вот первый столбик я захожу во вернее первая петелька захожу во вторую столбик недовязанный с одним накидом первый и второй соединила закрепил далее 1 2 3 4 накид вот смотрите вот в этот столбик в первый я зашла один столбик не довязала 1 столбик не довязала 2 столбик не довязала соединила закрепила вот у нас что получилось а на колечке как мы смотрели по схеме мы рассчитываем 2 столбика и заходим в 3 столбик без накида 1 2 3 4 5 в данном случае вот у нас столбик без накида мы пропускаем 1 столбик заходим заходим во второй далее мы с вами чередуем все в итоге мы должны с вами получить вот 4 таких угла и 4 таких арки мы с вами прошлись посмотрите получили вот 4 угла 1 2 3 4 арка 4 арку мы должны сделать с вами водка 1 2 1 2 я делаю 2 накида вот с этой точки мы выходили то есть у нас пропускается 1 столбик заходим столбик с которого начинали как вот так вот и вяжем это 2 3 4 и вот 5 мы с вами оказались как бы под арочкой видите и теперь давайте посмотрим схему потому что она тоже довольно интересная вот обращаем внимание вот смотрите вот последняя арка видите три воздушных тут или две воздушных и столбик с одним накидом и оказались подарка теперь именно под этой аркой как и под всех других арках мы будем вязать три вот таких набора три столбика с одним накидом соединенных в одну вершину 3 петли еще таких 3 3 столбика 3 петли 3 столбика далее с вершины этого столбика мы вяжем там где у нас были вот на 3 петельки подъема под эту как бы арку вяжем столбик да смотрите 5 воздушных и между этими столбиками столбик без накида 5 воздушных столбик под эту арочку и далее по следующую арку вывязываем вот такой набор как вязали в начале этого ряда давайте повторим с этой точки я вижу 1 2 накид желательно попадать в одну петельку чтобы эти столбики не расползались по всей арке я захватила петлю связала одну недовязанную накид и второй недовязанный столбик соединила теперь 1 2 3 накид и в эту же петлю еще такой же набор первый вот он второй вот он 3 соединила закрепила следующий и опять 1 2 3 накид повторили последний набор столбиков 1 2 2 и вот 3 соединила закрепила вот мы подарку видите под все вот эти арки будем выполнять такой набор далее накид да по моему там без всяких воздушных до накид вот наша арка идет были ли подъема здесь два столбика в одну вершину я под нее связала столбик с одним накидом 1 2 3 4 5 между этими двумя столбиками столбик без накида неправильно захватила одну петельку одну петельку одну ниточку вот так 1 2 3 4 5 накид теперь видите вот с этой же стороны вот здесь у нас были 3 петельки или 4 столбик с одним накидом понятно теперь накид вот наши 5 3 в третью петлю зашла и в нее выполняю три набора через три воздушных петельки вот он первый набор соединила закрепила 3 воздушных и далее мы с вами повторяем идем по кругу так смотрим видите я обошла все по кругу и вот последняя точка которую мы должны соединиться соединиться мы с вами должны вот с этой вершинкой да и теперь будем смотреть схему что по схеме схема тоже интересно смотрится такой замысловатый у нас квадрат вот смотрите мы с вами вот в этой точке соединились мы видим две соединительные петли должны подняться по арке и затем вяжем 1 2 3 4 5 воздушных два недовязанных столбика под арку в одну под следующую арку в одну и 1 2 3 4 5 у нас столбик без накида на 1 до 4 далее 5 воздушных под следующую арку которая соединяла вот эти наши наборы и с одной с другой стороны мы должны связать по пять столбиков вот один два три четыре пять с одной с другой соединить это все в одну вершинку видите затем опять один два три соединиться подаркой один два три четыре пять мы зашли опять с вами вот к этим вот набором и опять вывязываем вот такой вот набор давайте посмотрим как это будет выглядеть потому что схема одно а так как это выглядит другое значит что мы должны с вами для начала сделать для начала мы должны с вами связать одну соединительную и вот вторую соединительную петельки теперь 1 2 3 4 я делаю накид захожу под первую арку 1 недовязанной столбик 2 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 недовязан столбики завершили вот какой набор у нас будет получаться над вот этим так сказать трехлистник далее 1 2 3 4 5 вот одна и вторая арка я захожу под первую арку столбик без накида теперь 1 2 3 накид помним что под эту арку мы с вами вяжем 5 столбиков недовязанных с одним накидом это 3 4 и 5 получили делаю накид и захожу под вторую арку тоже 1 2 3 4 и 5 на круг у нас с вами 10 петель и мы должны соединить закрепила 1 2 3 и опустилась на эту же арку далее вот наш этот трехлистник 1 2 3 4 5 я иду под эту арочку 1 2 3 4 накид то есть дальше мы все повторяем 1 недовязанный 2 недовязанный под вторую арку тоже самое и движемся по кругу обошли мы с вами все по кругу и последний арка из пяти 1 2 накид вот с этой точки мы с вами выходили зашли в нее вот так я свяжу патентный столбик до 3 4 и вот 5 вот мы опять с вами подаркой и завершенный этот ряд смотрим у нас есть еще один ряд мы с вами сейчас находимся вот в этой точке видите у нас остался последний ряд который идет и соединение вот показано и как бы более мы конкретно с вами фиксируем углы связали мы и теперь с этой точки мы вяжем 1 2 3 4 да вот нет 5 воздушных и вот эти арки там где у нас было по 2 соединяли в эти арочки вяжем 4 столбика 7 воздушных 4 столбика далее идут 5 подарку 5 в центр там где были по 55 подарку 5 и опять уголок то есть с этой точки 1 2 3 4 5 накид вот видите у нас столбики вот это арки вот под эту арочку 4 столбика 1 1 2 2 3 4 5 6 7 накид вот следующая арка два столбика арк 1 2 3 4 5 6 7 накид вот следующая арка два столбика арк 1 1 2 2 3 5 и вот 4 ну как вы дает угол 1 2 3 4 5 ударочку 1 2 3 4 5 вот здесь у нас с вами должен быть там где соединяли по 5 столбик без накида 1 2 3 4 5 следующая арка вот угол угол и сторона уже просматриваются хорошо 1 2 3 4 5 накид и опять 4 столбика 1 2 3 и 4 получили 4 столбика 7 воздушных и опять 4 то есть вяжем угол сейчас довяжу и посмотрим итак я завершила наш квадрат вот какой он это с более толстая это с более тонкой ниточки вот пожалуй все что я сегодня вам хотела показать и рассказать на этом моменте с вами прощаюсь понравилось ставьте лайки подписывайтесь вам же творческих успехов и до скорых